здорово всем ребят я думаю многие из вас согласятся со мной что мы все умные задним числом то есть когда мы оглядываемся назад мы такие а ну тут то было все очевидно но попробуйте сейчас спрогнозировать что-то на будущее и через год попробовать ну просто где-то из-за кромов достаньте свой прогноз на будущий год и посмотрите насколько сильно вы могли ошибаться почему я это все эпопея с танком т-62 м тянется уже третий год мне сегодня попалось моё же видео от 1 января 2020 года где мы размышляли о том как можно заменить т-62 а и какие предпосылки этому есть предпосылки были шикарные во первых два года назад в одном из своих видео разработчики засветили тот самый т-62 м так называемый танк за бровями брежнева вы можете кстати по этому названию просто 62 м набрать или танк с бровями леча брежнева мой видос почему-то в топе будет выходить так вот сегодня 1 января 2021 года и мне хочется сказать вам ребят что по итогам 2020 года я понимаю что никакого т-62 м мы скорее всего в этой игре ближайшие годы не увидим и тому есть предпосылки но прежде чем об этом поговорить давайте вспомним почему же мы все с вами так сильно пустали слюни на т-62 м именно ну и я в частности я во первых шестьдесят двоечку очень люблю для меня эта машина крайне интересная мне на и по геймплей и по внешнему виду нравится т-62 м это по сути танк глубокой модернизации 60 двойки то есть основные направления деятельности которые в этой модернизации были затронуты усиление огневой мощи усиление бронирования танка без потери мобильности что для этого советскими конструкторами было предложено сделать увеличить толщину брони днище танка причем с передней проекции для того чтобы защитить его от мин в нашей игре как я это и говорил год назад это тоже бы пригодилась неплохо потому что разрывы фугасов под днищем танка рядом с днищем танка пишут всегда самую слабую точку для того чтобы нанести через нее урон и если наша днища станет потолще танк будет банально получать меньше урона кроме того vld танка планировалось увеличить специальным экраном то есть это даже неправильно это композитная броня многослойная которая позволяла бы до по моему 500 миллиметров кумулятивного снаряда 500 миллиметров пробития разумеется кумулятивного снаряда выдерживать весила эту бандура под две тонны и в нашей игре это можно было реализовать совершенно спокойно просто дополнительными экранами так же как например реализовано это у супер першинга или у супер коня то есть по сути vld можно было усилить танку неплохо это еще не все также планировалось танку добавить те самые знаменитые брови лича но по сути это дополнительные экраны то есть дополнительные бронепластины которые закрывали лобовую часть башни таким образом на танк устанавливалась дополнительная броня и вы знаете с учетом того что 62 последнее время кумулятивы и вообще голодовые снаряды без проблем прямо в лоб башни пробивают ну или последние лет пять наверное это было бы хорошее изменение то есть с лобовой проекции получить также как у супер коня как у супер першинга вот я на них все время ссылаюсь концепция примерно одинаково у нас в игре это уже реализовано неоднократно получить подобную броню на 62 было бы классно при этом чтобы сохранить подвижность танка на том уровне который он есть сейчас мощность двигателя опять же 62 м это исторично предлагалось увеличить ну танк стал тяжелее соответственно чтобы сохранить ту же подвижность что есть сейчас логично увеличить и мощность двигателя ну таким образом за счет увеличения массы и увеличения мощность двигателя удельная мощность на одну тонну веса не менять так почему же ребят на эту шикарную идею эту концепцию мы с вами не увидим сейчас я вам расскажу как вы знаете уже в первом квартале 2020 года разработчики объявили что они планируют ряд машин из веток прокачки вывести то есть это уже было 9 там или сколько 10 месяцев назад с момента записи этого ролика разумеется вы может быть этот ролик вообще в 2040 какого нибудь смотрите если youtube еще существует конечно сейчас страшные слова такие человечества и ладно слишком далеко заглядываю думаю все нормально будет вот соответственно разработчики где-то в апреле что ли или в мае я уже забыл если честно перевели эти танки ряд танков точнее в статус коллекционных том числе и 62 к 113 амx как он называется 30 б французский цикличный ст с огромным бедром на башке и казалось бы ну перевели и перевели зато теперь эти танки можно получить без прокачки достаточно просто иметь и 110 уровня той же нацию ся в ангаре и можно любой танк из акционных просто за серебро не тратя на него опыт и время покупать так то так только ребят по моему я сейчас не берусь прям утверждать что это так но где-то я слышал фразу вот разработчиков что коллекционную технику разумеется будут тоже а быть но по мере необходимости а вывели ее туда как раз таки не просто так по статистике 62 к часам и донные ст 10 уровня то есть он проигрывает многим другим танкам по боевой эффективности и как оказалось для разработчиков проще его убрать статус коллекционных он действительно есть в этом логика потому что 140 они очень похожи по геймплею по характеристикам и даже не по внешнему виду поэтому ну смысл два одинаковых танков ветки прокачки тем более раздувать из-за этого ветки прокачки но смысла нет вот сделали коллекционным но проблема в том что мы с вами видели что в течение 20-го года тот же самый 140 получил неплохой ап и по углам склонений и по броне верхней лобовой деталь а 62 к хуже чем 140 играется то есть ему от нужен на самом деле в первую очередь но этого по мы с вами в двадцатом году не увидели и вряд ли ближайшие годы вообще кто-то будет эти танки трогать таким образом ребят интересная концепция с учетом того что еще и разработчики 3d стиле новые выпускают то есть танки стараются украшать сама вся концепция танка с дополнительными защитными бронелистами выглядит не только интересно на бумаге но и визуально тоже выглядит очень красиво к сожалению сейчас я могу с уверенностью сказать что как минимум ближайшее время ждать изменений шестьдесят двойки не стоит а уж тем более и замены на какой-либо другой танк поэтому из судьба т-62 м в рамках проекта world of tanks от меня то блин для меня остается закрытой спасибо что смотрели пока пока